10-11 июня в Астане пройдет пятый съезд лидеров мировых и традиционных религий. В числе постоянных участников этого международного форума и представители Японской ассоциации синтоистских храмов. И сейчас, накануне вылета, у нас есть возможность взять интервью у управляющего директора этой ассоциации, господина Тенанори Терай. Терай-сан, здравствуйте. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Скажите, что для вас значит предстоящая встреча и с какой целью вы участвуете в работе данного съезда? Сейчас очень остро во всем мире стоит вопрос изменения климата. Несмотря на то, что проблемы окружающей среды постоянно обсуждаются на заседаниях мировых ученых и политических деятелей, данная проблема на сегодняшний день остается открытой. Мы благодарны Казахстану, стране-организатору, за приглашение на этот форум. Мы, как представители религии синто, которая в своей идеологии существует неотделимо от природы, сможем высказать свою точку зрения и предложить ряд мер по решению проблем окружающей среды. Раз в три года религиозные и духовные лидеры со всего мира собираются в столице Казахстана, чтобы найти ответы на стоящие перед всем миром вызовы. Как вы считаете, что угрожает миру сегодня? Современный мир, в котором существуем мы с вами, стоит перед лицом двух основных проблем. Это, как я уже отметил, глобальное потепление, на фоне которого происходят природные катаклизмы. И вторая, по моему мнению, общемировая проблема – проблема межнациональных конфликтов, на которую мы не можем закрывать глаза. И мы, как религиозные деятели, должны найти способ решения этих вопросов. Ну вот в последнее время различные радикальные группы и течения используют религию не в мирных целях. И это происходит, несмотря на то, что все традиционные мировые религии против любого вида насилия. Как можно изменить эту ситуацию? Что для этого могут сделать лидеры мировых и традиционных религий? Самое главное – мы, как религиозные лидеры, должны понять то, что нам нужно стереть границы, все стены между религиями. Собравшись в Астане с лидерами всех конфессий, мы должны своим примером показать, что это возможно. Очень важно признать и принять все вероисповедания. Для этого сначала необходимо прийти к пониманию сути религии. По моему мнению, кто-то из религиозных деятелей должен взять на себя инициативу и открыто высказать позицию. Потому что понимание и правильная трактовка – залог успеха в решении мировых вопросов. Я думаю, что это в наших силах. Тарай-сан, как вам, наверное, известно, в Казахстане в мире и согласии проживают представители 140 этносов. И они свободно исповедуют свою религию. Как вы думаете, в чем уникальность казахстанской модели межэтнического согласия? Опыт вашей страны прекрасен. Уникальность казахстанской модели заключается в том, что все представители религии уважают друг друга, уважают религии. Они не считают свое вероисповедание единственным для достижения счастья. Они признают и уважают веру других людей. Без вышеперечисленных факторов достижения мира и гармонии я считаю невозможным. На примере Казахстана мы видим, как работает принцип «дан-доо-дан-киту» – объединение этносов, проживающих в мире на одной территории. Это действительно заслуживает уважения. Пример Казахстана я считаю замечательным. Ну а можно ли эту модель распространить в других странах и достичь мира и согласия во всем мире? Как вы считаете? Я считаю распространение казахстанской модели общества возможной и применимой для других государств, особенно в странах Ближнего Востока, исповедующих ислам. В настоящее время нам, жителям японских островов, все ближе становится понятие аллергия на ислам. Все начинают представлять прежде всего террористические группировки. Это происходит от незнания. Нельзя по деятельности террористических организаций судить о всей религии. И моя цель заключается как раз в том, чтобы донести эти знания до всех японцев. 80% населения Казахстана исповедуют ислам. Но несмотря на это, на территории Казахстана все конфессии мирно сосуществуют без каких бы то ни было конфликтов на религиозной почве. И участники съезда, возвращаясь в свои государства, должны будут рассказать о том, что в Казахстане именно так. Они должны поведать организациям всего мира об опыте вашей страны. Рай-сан, я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам счастливого пути и плодотворной поездки в Астану. А я напомню, на наши вопросы ответил управляющий директор Японской ассоциации синтаистских храмов господин Таненори Терайи. Редактор субтитров А.Семкин